Не желаем такого соседства. Жители района ЖБИ в очередной раз заявляют о проблеме из-за соседства с мусорным полигоном. Систематические возгорания на объекте отравляют не только экологию, но и жизнь людей. Как устранить проблему и что намерен предпринимать услугодатель в сюжете Ирина Вобещевич. Проблема с задымлением района ЖБИ обострилась в последние дни достаточно серьезно. Что не день, жители присылают видео, на которых дым застилает всю округу, а источник – городская свалка, куда мусор уже несколько десятков лет свозят со всего города. У людей уже кончилось терпение дышать гарью, невозможно открыть окна, невозможно пойти детям гулять, проехать наш район сквозь какой-то туман, невозможно тоже. Жители организовали сегодня сход, на котором заявили о том, что с проблемой необходимо что-то делать. На него приехали представители районного акимата, а также и сам услугодатель. Люди говорят, что несмотря на давнее соседство с полигоном, проблема обострилась именно в последнее время, а точнее с лета. Скоро нас эта свалка просто сожрет. Получается, что скоро свалка, наверное, будет уже здесь, в районе наших домов. Если наше руководство не предпримет никаких конкретных действий, то да, мы будем жить, наверное, сами уже в черте полигона мусорного. Свалка, по мнению жителей, разрастается, а горит она, уверены люди, из-за преднамеренных поджогов. Якобы таким образом работники пытаются избавиться от мусора. 10 октября жители направили письмо в департамент экологии. В нем они изложили суть вопроса и обозначили необходимость проведения проверки на полигоне. 15 октября я вообще обращалась в департамент экологии, и они, видимо, уже заезжали и начали какую-то проверку в отношении данного владельца. Это ТО «Горкомтранс». Мы требуем закрыть мусорный полигон, потому что он находится в непосредственной близости к жилому сектору. Буквально вот от этих домов, ну где-то получается, тут, наверное, метров 700 километров, не более. Обоснование в том, что коль руководство полигона не может надлежащим образом содержать полигон и допускает возгорание, значит, нужно перенести его туда, где не будет подобного соседства. В самой компании в очередной раз говорят, что не в их интересах поджигать полигон. Они за последнее время якобы несут большие затраты, как материальные, так и трудовые, с привлечением огнеборцев, чтобы потушить полигон. Работа ведется с переменным успехом. Ставит вопрос так, что мы якобы специально поджигаем, якобы, скажем, это наше груб дело. Но мы, конечно, понимаем, что люди ошибаются в этом отношении. Конечно, самовозгорание – это первая причина возгорания твердобытовых отходов на полигоне. Что летом, что зимой на полигоне достаточно малейшего источника, чтобы началось горение для тления. А летом в жару причины понятны и их много. Зимой зола, в которой допускается тление. К сожалению, вот так называемые антисоциальные элементы, как мы говорим, люди без определенного места работы и жительства приходят, значит, собирают металлом, цветной металл, поджигают за собой и не оставляют. Конечно, мы постоянно с ними боремся. Тление на полигоне – это не одно и то же с тлением в любом другом месте, объясняет руководитель компании. Метан, образующийся от перегнивания мусора, беда многих полигонов и источник бед. Третий день, как с этой причиной, начали бороться, применяя мировой опыт. Работаем в том числе с зарубежными специалистами, значит, бурим скважины на предмет того, чтобы, значит, извлекать газ оттуда, от метан, значит, для того, чтобы вот этот негативный эффект потом в будущем все-таки нивелировать. И все это, значит, как раз в этом плане направлено. Потому что, еще раз повторяю, эффект самовозгорания, он везде вообще известен, во всем мире, к сожалению, это так. А в течение пяти лет нам, Акиматам города, области поставили на задачу вот эти вопросы, значит, негативного плана все решить. Поэтому я и говорю, что мы начали в этом вопросе. Мы не сидим, мы работаем в этом отношении. Я думаю, в будущем это будет преодолено, конечно. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал. Спасибо.